Здравствуйте друзья! Сегодня мы постараемся разобраться, что представляет собой Volkswagen Tiguan первого поколения с пробегом. Самые первые экземпляры Tiguan нашли своих владельцев в ноябре 2007 года, а уже в июне 2011 года на родине автомобиля в Германии начались продажи его рестайлинговой версии. В августе она поступит и на другие рынки Европы. Каждые полгода в мире покупали в среднем по 100 тысяч этих автомобилей. Основные черты автомобиля Volkswagen это основательность и консерватизм. Когда этот бренд предлагает ту или иную модель, то можно не сомневаться, что она будет актуальной на протяжении многих лет. Как правило здесь нет места штучкам, способным выйти из моды через год-другой и превратить машину в вещь явно устаревшую. Основой кроссовера стала платформа PQ35, на которой построен целый ряд моделей C-класса. Например, Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Octavia A5 и так далее. Создатели Tiguan постарались максимально использовать дуализм, заложенный в саму концепцию кроссовера. А потому новая модель была представлена не только в переднем и полноприводном вариантах, но и в двух вариантах экстерьера, городском и внедорожном, которые различались конструкцией переднего бампера с углом въезда 18 градусов и 28 соответственно. Кроме того, покупатель мог сделать выбор между двумя бензиновыми двигателями 1,4 и 2 литра и двухлитровым дизелем. Мощность мотора менялась в процессе производства, но литраж оставался прежним. Также был выбор между шестиступенчатой механикой и шестидиапазонной автоматическими коробками. А после рестайлинга 2011 года к ним добавился и робот DSG с аналогичным числом передач. Но всем известные немецкие качества иногда тоже огорчают. И по отзывам многих автомобилистов, таким огорчением стала покупка Volkswagen Tiguan. Не только с пробегом, но даже с завода. Люди ждали нечто вечное от немецкого производителя, но получилось все наоборот. Поэтому в данном видеообзоре будут озвучены все слабые места и недостатки Volkswagen Tiguan. Наибольшей популярностью пользуется полноприводная версия с бензиновым двухлитровым двигателем. Дизельного мотора все еще побаивается, особенно в провинции. Ну а мотор 1,4 литра имеет дурную репутацию. Одним из самых серьезных уязвимых мест Tiguan является, как ни странно, двигатель объемом 1,4 литра. Дело в том, что двигателя 1,4 литра имеют серьезные конструктивные недоработки в плане просчета надежности поршней. Поэтому в первую очередь из-за высокой тепловой нагрузки поршневая группа быстро разрушается. Были случаи, что данные проблемы возникали и тогда, когда автомобиль находился на гарантии. И эту неисправность устраняли. Но основная масса автовладельцев Tiguan столкнулась с разрушением поршней после окончания гарантийного срока. Вследствие чего владельцам пришлось потратить немалые суммы на ремонт. Чудес не бывает. И снимая с такого рабочего объема мощность 150 лошадиных сил, следует неминуемо ожидать значительного уменьшения моторесурса. Ведь по величине литровой мощности этот двигатель превосходит показатели моторов спортивных автомобилей 30-летней давности. Необходимо отметить, что автомобили укомплектованные этим мотором радуют водителя своими динамическими показателями вместе с топливной экономичностью. Но вот надежностью не очень радуют. Даже если удастся избежать столь глобальной разрухи, можно столкнуться с такими не менее приятными проблемами, как трещины коллекторов или поломки турбины. Это если не считать таких мелочей, как повышенный расход масла или требовательность к качеству бензина. Поняв, что с этим надо что-то делать, в ходе рестайлинга в 2011 году мотор 1.4 TCI принудительно лишили механического нагнетателя, оставив лишь один турбонаддук. Мощность упала до 122 лошадиных сил. Зато и проблем с двигателем практически не возникает. Поэтому перед покупкой данного автомобиля следует об этом знать и делать правильные выводы. Отдельно можно сказать про дизельные двигателя. Самой слабой стороной у данных двигателей является так называемый в народе сажевый фильтр. Смысл в том, что он быстро забивается при частой городской езде и не успевает самоочиститься. Заменам этого фильтра дорогое удовольствие. Есть еще одно слабое место Тигуанов, которое может принести серьезные финансовые убытки владельцам данных автомобилей. Это быстрый выход из строя цепи ГРМ. Причем это касается как 1.4 литра двигателя, так и 2-литрового. Вообще, если вспомнить, то была целая эпопея про цепи ГРМ. Производитель сначала отказывался признавать, что цепи дефектные. Но в итоге из-за массовых недовольств ему пришлось это сделать и провести анализ и комплекс мероприятий по недопущению подобного рода дефектов. Объяснили это тем, что поставляемые цепи были произведены на оборудовании с сильным износом. Отчего получаемые дефектные грани цепей при работающем двигателе вызывали быстрый износ цепи в целом. Позднее данная проблема решилась, но существуют до сих пор и такие машины. Поэтому немаловажно уделить внимание данному нюансу перед покупкой. Так как погнутые клапаны двигателя из-за растяжения и выхода из строя цепи удовольствия не из приятных. Общей для всех моторов проблемой является помпа системы охлаждения. Неисправность легко определяется по звуку. Если под капотом что-то начало свистеть или пищать, надо готовить деньги на новую деталь. На проблемы с механической коробкой передач никто из обладателей Тигуан пока не жаловался. Чего нельзя сказать про автомат. Когда пробег переваливает за 40 тысяч километров, некоторые владельцы отмечают толчки или рывки при переключении передач. Часто проблема решается малой кровью. Это перепрошивка электронного блока управления коробки. Если толчки продолжают возникать при разгоне, то возможно замена блока клапанов автоматической коробки передач. Системой полного привода в машине управляет муфта Haldex 4 поколения. В ней главное не забывать менять масло каждые 60 тысяч километров. Если этим пренебречь, может выйти из строя электрический подкачивающий насос. Также слабым местом является подвесной подшипник карданного вала, который может прийти в негодность уже после 60 тысяч километров. Это проявляется характерным гулом и вибрациями. Если следовать заводским инструкциям, его нужно менять только в сборе с валом. Но неавторизированные сервисы, специализирующиеся на ремонте карданных валов, могут поменять отдельно данный подшипник. Косвенно определить износ подшипника можно и при езде по характерному гулу, но лучше проверить его состояние на СТО. Среди всех неприятностей Тигуана можно выделить еще одно. Это роботизированная коробка DSG. Ее ресурс при правильной эксплуатации и обслуживании не превышает, как правило, в среднем 100 тысяч километров. И вообще, робот DSG не славится своей долговечностью и на других марках и моделях автомобилей. Поэтому об этом стоит знать, особенно будущему покупателю Volkswagen Tiguan. Идеальным вариантом будет это выбор Тигуана без коробки DSG. На дорестайлинговых машинах иногда выходит из строя электрический усилитель рулевого управления. Электрический усилитель на данных автомобилях доставил немало проблем их владельцам. На многих автомобилях встречались случаи выхода из строя электроусилителя руля как на месте, так и в движении. В основном это происходило из-за сбоя программного обеспечения. В случае отказа электроусилителя в движении перепрошивка блока не помогала, и приходилось полностью менять электроусилитель. В основном данная неисправность давала о себе знать во время гарантийного срока автомобиля. Что касается ходовой части, то около 100 тысяч километров у аккуратного водителя в наших условиях она выдерживает без особого вмешательства. Первыми при пробеге более 70 тысяч километров в подвеске выходят со строя опорные подшипники стоек. Рычаги подвески могут потребовать замены при пробеге более 140 тысяч километров. Амортизаторы тоже ходят более 120 тысяч. Ступичные подшипники выдерживают не менее 80 тысяч. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости изнашиваются при пробеге более 110-140 тысяч километров. Меняются они только в сборе со стабилизатором. Также есть менее ощутимые недостатки Volkswagen Tiguan 2007-16 годов выпуска, о которых вам необходимо знать. Это слабая работа печки зимой, малый объем багажника для кроссовера, отсутствует возможность полного подъема стеклоочистителей, долгий прогрев двигателя объемом 1,4 литра зимой, слабое лакокрасочное покрытие, малые боковые зеркала. Владельцу такого автомобиля следует понимать перед покупкой, что выход из строя какого-либо элемента машины обойдется в очень круглую сумму. Все друзья, обзор данного автомобиля закончен. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok